Турецкий геолог-профессор Асман Бекташ заявил о грядущей опасности всех, кто проживает на Черноморском побережье. Виновата, по его словам, глобальное потепление. Недостаточное количество осадков и рост температур выше средних значений привели к тому, что жизнь в глубинах этого моря обеднела, сократилось количество рыбы, снизилось разнообразие биологических видов. Но главное даже не это. Черное море – практически замкнутый бассейн, с мировым океаном оно соединено через узкий пролив Босфор. Впадающие в него реки Днепр, Днестр, Дунай нанесли ил, который оседал на дне и давал в результате химических реакций сероводород. Современная версия говорит о том, что эти осадки заполнили Черное море в результате последнего планетарного потопа, принесшего чернозем с территории Сибири. В любом случае, получившийся в результате разложения биомассы раствор этого газа тяжелее воды, сероводород сосредотачивался в наиболее глубоких местах. По сути, в Черном море только верхние 100 метров – это чистая вода. В ней и обитает весь его животный мир, а все, что глубже – это ядовитый сероводород, в котором нет ни растений, ни животных. При этом глубина Черного моря достигает более двух километров. Разумеется, турецкий ученый Осман Бекташ не первый, кто указал на эту проблему. Пересуды идут уже давно, и люди перестали пугаться самых неблагоприятных прогнозов. По словам ученого, средний слой играет важную роль в постоянном охлаждении верхнего слоя, действуя словно кондиционер. Но теперь он начал истончаться из-за потепления климата и уменьшения стока холодных речных вод в морской бассейн. Процесс разрушения структуры Черного моря и его дальнейшей гибели, убежден житель Турции, уже невозможно предотвратить или обратить вспять. Когда нижний слой смешается с верхним, тогда ядовитые газы начнут представлять угрозу для людей, проживающих вблизи моря, пугает обеспокоенный ученый. Еще в 2018 году профессор кафедры охраны окружающей среды Анатолий Шевчук рассказывал, что граница мертвой зоны Черного моря постепенно и неуклонно поднимается, приближаясь к поверхности. Середина 20 века она поднялась с 400-метровой глубины до 50, а местами уже и до 30 метров. По множеству признаков Черное море близко к опасному состоянию, переживают ученые, а сероводород уже через несколько лет может привести к глобальной катастрофе. Из-за чего, по самым оптимистичным прогнозам, придется переселять миллионы людей, живущих на побережье. А в худшем варианте, при достижении критической массы от удара молнии или, что еще хуже, землетрясения, сероводород может загореться. Как мы знаем, молнии часто бьют в море. Также стоит вспомнить о землетрясениях на Крымском полуострове, произошедших в 1927 году. Тогда в 30 километрах к западу от Севастополя в море были замечены огневые столбы. Это горел сероводород, поднятый из глубин. А ведь тогда он еще не был так близок к поверхности, как сейчас. Его выбросы носили локальный характер. И тут мы вспоминаем стих Корнея Чуковского о том, как горело море, и его тушили звери всем миром. И идея горения синего, а скорее всего Черного моря, взялась не просто так. Вероятно, оно не раз горело и в прошлом. Научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Городницкий обращает внимание, что на дне Черного моря есть еще газогидраты, спрессованные под высоким давлением скопления метана и других горючих газов. Время от времени они вырываются на поверхность. Это сейсмически активный регион, там бывают землетрясения, которые провоцируют эти выбросы. Кроме того, метан выбрасывается по трещинам в земной коре, как горело море во время Ялтинского землетрясения. Это 1927 года, описанного в «12 стульях» Ильфа и Петрова. Современные исследователи находят много подтверждающих фактов, что Земля – это сплошные карьеры прошлых невероятно могущественных по современным меркам цивилизаций, которые оставили мало места, откуда не вывезено самое ценное. И Черное море также напоминает подобный гигантский карьер. Природа такие формы не создает, что указывает на схожесть с искусственным бассейном. К примеру, промышленность делает пластиковые бассейны для сада подобной формы, поскольку это дает дополнительную прочность конструкции. Возможно, кто-то не хотел, чтобы этот карьер однажды обрушился вовнутрь. Конечно, это является занимательной версией, которую мы не можем доказать. Но если кто-то когда-то построил этот карьер, значит тогда что? Мы можем его засыпать? Конечно нет, наша цивилизация еще не скоро дойдет до такого уровня развития по простой причине – нам этого не позволит, поскольку технический прогресс тормозится искусственно уже не первую сотню лет. Однако бездействовать не стоит, и человечество кое-что предпринять все-таки может. Еще в 1960-е годы советские инженеры предложили технологию, как можно нейтрализовать сероводород Черного моря, а заодно найти ему применение в народном хозяйстве. Они собирались построить на побережье производственный комплекс. Нижний слой откачивается с глубины и пропускается через специальную установку. В ней происходит отделение сероводорода и его разложение на серу и водород. Сера – это ценнейший продукт в химической промышленности. Она находит применение в строительстве автомобильных дорог. Разработки по производству серобетона и асфальтобетона на ее основе произведут революцию в дорожном строительстве. Ну а водород – это самое идеальное экологическое топливо. Как его конденсировать, хранить и использовать давно придуманный технологический процесс. Также он используется в металлургии и множестве других отраслях. Однако любой здравомыслящий человек констатирует тот факт, что нужд одной страны недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Ну хорошо, давайте подключим 10 стран, 20-30. Всем нужны ресурсы, и дело пойдет полным ходом. А чтобы окружающая среда не страдала от химической промышленности, есть технологии, при которых все химические процессы можно производить на глубине, погрузив туда автономный энергетический комплекс. Работая непосредственно в сероводородном слое, эта установка будет выдавать на побережье либо водород, либо полученную энергию. Итак, есть небезосновательная версия, что Черное море исторнет из себя сероводород в результате продолжающегося глобального потепления. А западные ученые неустанно предрекают человечеству смертельную жару, которая накроет Землю к концу века. Сами предсказатели до этой эпохи не доживут, но находятся в постоянном стрессе из-за того, что ждет человечество в будущем. Они поясняют, что к концу века температура воздуха у поверхности Земли поднимется на 2,7 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, а порог беспрецедентной жары – это среднегодовая температура 29 градусов Цельсия. Они утверждают, что в большей степени пострадают такие страны, как Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан и Филиппины. В них очень высокая численность населения и больше всего людей, живущих на границе климатической ниши. Устойчивые высокие температуры приводят к росту смертности и инфекционных заболеваний, снижению урожайности сельхозкультур и провоцируют войны за ресурсы. Эта тема насчет глобального потепления давно уже набила оскомину и считается наглой политикой Запада запугать страны с быстрорастущими экономиками, к которым относится не только Индия, но и другие страны с целью навязать зеленую повестку и добиться своих политических и экономических целей. Заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков говорит, что еще в 2007 году международные экологические организации начали пугать Индию и соседние страны страшными засухами, исчезновением рек и одновременно мощными наводнениями, затоплением прибрежных земель, неурожаями риса и прочими бедами. Потом они вдруг напрочь забыли эту повестку, а через 15 лет вдруг возобновили. И такая озабоченность прямо коррелирует с политикой в отношении этих стран. Да, последнее десятилетие рост температуры в целом составляет около 1 градуса Цельсия. Растет частота стихийных бедствий, но, как и для других стран, они носят цикличный характер. С конца 19 века засух, унесших миллионы жизней, только в Индии было около 20. Случались и климатические миграции населения, и другие последствия. Все это происходило с такой же регулярностью задолго до современного потепления. Так что я бы предложил ввести законодательную ответственность, продолжает Аркадий Тишков, за запугивание глобальным потеплением на международном и национальном уровнях. Поскольку в каждом случае продвижения этой повестки легко доказываются факты лоббирования и нарушения не только международных норм, но и норм морали и уголовного права. Многие ученые давно пришли к выводу, что данное потепление есть циклический природный процесс, который невозможно ни замедлить, ни ускорить, поскольку его энергетика не соизмерима со стандартной хозяйственной деятельностью современной цивилизации. Единственный вариант, когда само человечество может нанести непоправимый ущерб глобальной безопасности, это уничтожить леса планеты, а если быстро и гарантированно, то развязать полномасштабную ядерную войну. Во всех других случаях природа неспешно в темпе вальца подстроится под изменение климата, перераспределит воздушные и океанские потоки, скорректирует развитие животного и растительного мира и приумножит свои богатства. То есть проблема на самом деле сегодня совсем в другом. Кого-то очень пугает возможность изобилия, которая может начаться с восстановлением благоприятного климата на Земле, такого, что было до последней планетарной катастрофы.